Музыкант Тимур Адилбеков из группы «Каспийский груз» показал последствия прилета дрона из своей квартиры в Раменском Московской области. У меня какой рассвет красивый. Очень красивое небо, да, ребят? Это Раменская, высоковольтная, моя самая первая квартира. Я давно сюда не приезжал, просто сегодня ночью заехал поспать здесь. Вот смешно, как в детском саду просто. Вот соседний дом. Вот что на земле творится. Это еще расчистили, это еще тачки убрали. Ой, вон там вдалеке, видите, тоже. Эта группа попала в список артистов, которым въезд в Украину запрещен. Концерты, которые должны были состояться в Харькове и Одессе, были отменены. Адилбеков по кличке Брутто нарушил законодательство Украины, выступив в 2015 году во временно оккупированном Крыму. Давно сюда не приезжал, просто сегодня ночью заехал поспать здесь. Еще и еще раз хочу сказать, мы меролюбивая страна. Украинский город Волчанск. До прихода Путина и после. Так выглядит почти каждый город, куда пришел российский сапог. Так, по мнению Ухарьков, выглядит освобождение. Вот у нас одна идеология. Русский мир. В Пермском крае ввели выплаты за рождение ребенка от участника спецоперации. Размер поощрения составляет около 128 тысяч рублей. Деньги смогут получить семьи Путина, в которых появились дети в период с 1 января по 31 декабря 2024 года, включительно. При этом брак должен быть официально зарегистрирован. Выплата полагается на каждого ребенка. В региональном правительстве уточнили, что на новую форму поддержки могут претендовать только те, кто постоянно проживал в Пермском крае на дату рождения ребенка. Получить выплату жена свошника сможет во время его участия в боевых действиях или в течение года после того, как он вернется с фронта. Также деньги за роды полагаются тем, кто потерял мужа. Предложением можно воспользоваться в течение 300 дней после его пропажи или смерти. О том, что власти Пермского края решили платить за рождение детей от участников войны с Украиной, 26 июня сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Он утверждал, что соответствующая инициатива поступила от жителей. В июле правительство начало прием заявок. Каждый пятый погибший на войне российский солдат – доброволец, который самостоятельно пришел в военкомат, заключил контракт. Теперь это самая большая категория среди погибших. Добровольцы обогнали заключенных. Каждую неделю становится известно о гибели 150-200 добровольцев. Еще 13% погибших – это мобилизованные. Суммарно получается, что более половины жертв войны с российской стороны вообще не являлись профессиональными военными. Это буквально люди, которых Путин втянул в войну, кому-то за это пообещали деньги, кому-то свободу, а мобилизованным вообще ничего не обещали, их насильно отправили воевать. Вы меня рассмешили. Добровольцев используют на самых тяжелых участках фронта – в Донецкой области. Большинство из них – это жители небольших населенных пунктов в регионах, где трудно найти постоянную, хорошо оплачиваемую работу. Государственные структуры активно заманивают людей, предлагая высокие зарплаты и большие единоразовые выплаты. Например, в Москве пункты набора открывают прямо у входа в метро, и это сами сотрудники. Метро как раз этим и занимаются, по сути. Сейчас рекламная компания контрактной службы находится на своем неком пике. Прошлый рекорд был после штурма Бахмута. Рекламу размещают у пропагандистов, в телеграм-каналах, Яндексе, ВКонтакте, постят даже аккаунты детских садов и школ. Все это делается для того, чтобы избежать новой волны мобилизации. В некоторых регионах такая стратегия работает достаточно успешно. Как ни странно, эти же регионы среди лидеров по количеству погибших. Башкортостан, Татарстан и Пермский край. Место подготовки добровольцев почти сразу кидают в бой. В среднем в тренировочных лагерях такие новобранцы проводят от трех дней до недели. За это время, естественно, невозможно как-то обучить солдат даже самым базовым навыкам боевых действий. Очевидно, у Министерства обороны и нет такой задачи. Кто выживет, тот выживет. Потом пришлют новых. Надо срочно отправлять все больше и больше людей. Отправлять их потом на штурм, атаковать. Лишь бы Путин потом мог отчитываться, как они захватили очередные квадратные километры. Это абсолютно однозначно. Не нужно надеяться, что можно заключить контракт на год, а потом можно вернуться домой. Все контракты сейчас действуют бессрочно. Те, которые вроде как не бессрочно, они продлеваются автоматически. Ну а шанс вернуться абсолютно здоровым сейчас буквально минимален. Так что не идите ни в коем случае в военкомат, не отправляйтесь на войну. Будьте, пожалуйста, умнее, чем 68 тысяч российских солдат, которые уже признаны погибшими. Но этим не закончилось. Всего за 924 дня войны российская армия потеряла 3356 танков и 6597 бронированных машин, в том числе БМП, БМД, БТР, МТЛБ и другие. Уничтожены или захвачены 1231 артиллерийское орудие САУ, а также 413 реактивных систем залпового огня. Сбиты 127 самолетов и 144 вертолета. За неделю потери увеличились на 11 танков, 44 боевые машины, 5 орудий и 3 РСЗО. Сразу 4 российских танка были уничтожены на стоянке в лесу в Луганской области. Первоначальный удар, по всей видимости, был нанесен ракетой. Дальше загорелись деревья и машины не успели отогнать в безопасное место. Новые танки производит Уралвагонзавод. На этой неделе они отправили очередную партию Т-90М. Сколько именно машин на эшелоне не видно, но не более десятка. Крупномасштабного производства танков наладить российскому ВПК так и не удалось. В основном все мощности уходят на ремонт ранее произведенной техники. В Петербурге вот этот улыбчивый зэк вернулся с войны и убил девушку. Она хотела с ним познакомиться, он ей отказал, девушка назвала его дураком. Мужчина ударил девушку ножом в грудь. До войны он уже сидел за убийство знакомого топором. Совсем жуткая история из Нижнего Тагила. Вернувшийся с фронта, бывший зэк изнасиловал и убил 11-летнюю девочку. За изнасилование он раньше уже был судим, как и за многое другое. Но Путин его помиловал. И этот головорез через войну оказался на свободе, чтобы жестоко убить ребенка. Теперь этих маньяков еще и приглашают в школы, как вернувшихся с фронта героев, чтобы рассказали детям о героизме, отваге. Непонятно, чему из заявленного может научить детей, например, вот этот персонаж, Артем Дельмурадов. Перед школьниками он выступил еще в июне, но об этом стало известно только сейчас. Оказалось, что рассказывал о важности семьи и честности. Вот только, как всегда, есть нюанс. 11 лет назад его приговорили к 14 годам колонии по делу об убийстве. Когда ему было 20 лет, он вместе с подельниками убил всю семью одного из них ради денег. Вот вам и важность семьи. Запад начал системную войну на уничтожение Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok